Одним из самых распространенных техник в татуировке в стиле графика является випшейдинг, о чем мы сегодня с вами и поговорим. Всем привет, меня зовут Павел, вы находитесь на канале Территория Татуировки. И подробно о випшейдинге, плюсах и минусах, все в этом видео. Что такое випшейдинг в татуировке? Это эффект штриха, и у кого уже есть художественное образование, тому проще освоить эту технику. И одна из самых частых ошибок художников, который переходит на татуировку, это довольно быстрое и резкое движение руки, особенно те, кто хорошо знаком с академическим штрихом. Поэтому единственное, что вам нужно здесь исправить, это делать движение рукой чуть более плавно. Грубо говоря, тот же самый штрих, также мы наносим его по форме, но уже непосредственно либо на искусственной коже, либо на человеке в татуировке. Итак, обратите внимание на ошибки випшейдинга. Начнем с неаккуратных работ, то есть возьмем работы наших стажеров, самых-самых первых занятий, которые были не самые аккуратные. Вот, обратите внимание на этот эскиз. Випшейдинг в этой работе оставляет желать лучшего. Почему так получилось? Потому что просто-напросто здесь мы слишком поторопились. Если у вас не получается с первого раза, ничего страшного, потренируйтесь больше, все получится. Просто кто-то эволюционирует быстрее, кто-то эволюционирует медленнее. Но я уверен в том, что любой, практически любой человек может стать хорошим тату-мастером. Просто кому-то на это нужно больше времени, кому-то меньше времени. Но получится у всех, было бы желание. Поэтому, если первые ваши работы получаются не идеальны, ничего страшного, все получится. Итак, обратите внимание на следующий минус. То есть тут тоже далеко не лучшая работа, но результат уже получше. Обратите ваше внимание, чего здесь не хватает. Если мы посмотрим на эту работу с более дальнего расстояния, то тут все сливается. Тут не хватает контрастности и объема. То есть первое, также нужно работать над аккуратностью. И второе, нам не хватает здесь объема. То есть у вас должно быть темное, светлое, темное, светлое. Старайтесь, чтобы у вас в татуировке ничего не сливалось. Все должно быть на контрасте. И ваша работа должна хорошо отчитаться с расстояния делового общения. То есть отрабатывайте. То есть сделали работу, поставили ее подальше и посмотрели, действительно ли у вас все читается или нет. Итак, ну вот, это уже работа тоже нашего стажера. Она близка к идеалу, но опять же есть свои минусы. Это какие? То, что в некоторых участках все сливается. Вот этот лист у нас находится на заднем плане, поэтому он должен быть темнее, чем вот эти вот. Как это сделать? Здесь просто можно было ставить блик и здесь ставить блик. А здесь сделать потемнее. То есть у вас ничего не должно сливаться, как здесь. Обратите внимание, какой хороший контраст, предположим, вот здесь. Какой хороший контраст вот здесь, вот здесь. Это потому, что у нас один участок светлый, другой участок темный. И единственная ошибочка, то, что вот здесь все сливается, и то, что начали немножко неаккуратно вот здесь вот штриховать лепестки по краям. Можно было сделать акцент вот здесь вот на композиционном центре, и для этого темнить здесь и по краешкам оставлять наши лепесточки светлыми, чтобы было больше контраста. А так в целом эта работа лучше, потому что здесь мы старались больше времени потратили на работу больше. Поэтому никуда не торопимся. Чем больше времени вы потратите на работу, тем лучше. Работаем только на качество. Итак, сейчас я покажу тебе, как выполняется работа на практике. Прежде чем начать штриховать, я советую сделать тебе вольтаж на машинке поменьше, потому что, как правило, виты выполняются на более пониженном вольтаже. Какой именно вольтаж тебе нужен, я не знаю, потому что это все зависит от машинки, от того, с какой скоростью ты двигаешь ручкой, от человека, на котором ты набиваешь татуировку, от его кожных особенностей, от участка, где ты набиваешь татуировку. Поэтому, когда какой-то тату-мастер ведет стрим, или какой-то мастер-класс, и люди спрашивают, а какой ты машинкой работаешь, а какой ты иголочкой работаешь? Вот, секрет раскрыт. На самом деле, как бы, нет. Прежде всего, он работает руками. Поэтому это все индивидуально. И выставляет тот вольтаж, какой тебе указывает производитель. Это все очень индивидуально. Бывает так, что я сам в процессе работы несколько раз меняю вольтаж. Потому что снизу у меня, предположим, я делаю татуировку на бедре, снизу у меня все заходит нормально, а вот сверху я вижу, что не идет, и мне приходится менять вольтаж. То есть, в ходе работы по несколько раз это нормально. Когда вы будете выполнять работу на человеке, советую кожу растягивать. Эта техника не самая простая, поэтому я бы советовал все-таки обучаться этому в тату-школах. Но если такой возможности нет, то больше времени потратите на работу на искусственной коже и побольше попрактикуйтесь на моделях за бесплатно. Обязательно предупреждайте их, что вы только обучаетесь, и деньги с людей за это не берите. Итак, переходим к вип-шейдингу. Итак, начинаем штриховать от наших контуров. Никогда не штрихуйте от центра. Это очень важно. Пробуйте, экспериментируйте. С разной глубиной входа, с разной скоростью, с разным положением руки и так далее. Также это можно делать от угла. Мы создаем объем и выстраиваем форму так же, как это делаем карандашиком на бумаге. Единственное отличие – это то, что ваше движение руки должно быть более медленное. Но все линии, все вот эти штрихи также обязательно выполняются по форме. Стираем, смотрим, что получилось. У вас обязательно должен быть вот этот эффект випов. Ошибка многих начинающих мастеров – это то, что они випуют откуда-то от центра. И за счет этого получается просто грязь. Потому что вот этот сам вход иголки, он получается, вот как здесь, обратите внимание, он получается некрасивый. И если вам нужно сделать плавненькую тенюшку, у вас там посередине, представляете, вот эти вот появятся некрасивые точки. Поэтому мы маскируем их именно контурами. То есть вот у вас есть контур, и вот эти вот точки мы начинаем отсюда. Ваше движение руки должно напоминать либо маятник, либо самолет, который плавненько взлетает. Вы ни в коем случае не идете или не так, и резко ее не выдергиваете. Вы делаете это плавно, плавно, плавно. Вам нужно научиться именно плавному движению руки. Поэтому я советую вам потренироваться на всяких маленьких простых формах, фигурках, начинать вылепливать объем на них, и потом уже переходить к чему-то более сложному, вот к подобным работам, и потом уже еще к более сложным, к каким-то портретным темам, которые я вам сейчас покажу. Итак, я показываю тебе подводящее упражнение для татуировки в стиле липшейдинг. Я советую отработать несколько простых вариантов, посложнее и самых сложных, и только потом уже переходить к работе на человеке. Первое, мы пробуем, начинаем с каких-то геометрических фигур, с легких форм, потом мы переходим непосредственно к цветку, уже посложнее, вылепляем объем, форму, и только потом уже, когда у нас все получается ништяк, переходим к более сложным работам, к портретной тематике и так далее. Тоже подобную работу, то есть любую тему, можно выполнять при помощи играйвоша и випшейдинга. Итак, показываю еще раз, как мы выполняем випшейдинг. От контуров, от краешка делаем штрих, не торопясь, плавное движение руки и подворачиваем по форме. То есть все, что мы штрихуем, у нас должно быть по форме. Обращу ваше внимание, что наклон машинки, скорость и так далее, это уже все очень индивидуально. Это зависит от того, как вы работаете, чем вы работаете. Поэтому практика тут решает. Практикуйтесь побольше, и у вас будет результат. Поэтому, если хотите подробнее узнать об этом стиле и о других стилях татуировки, и отработать их не просто на ковриках, а именно на моделях, то приходите к нам на обучение. Вот такие вот работы выполняют наши стажеры уже с первых занятий на человеке. С вами был Павел, канал «Территория татуировки». Всем счастья!